Из бункера накопителя готовая асфальтобетонная смесь отправляется в грузовик, который доставит ее в пункт назначения. В ближайшее время порядка трех тысяч тонн уйдут на ремонт участка дороги до детского лагеря «Березка». Материал, произведенный на заводе, пойдет на асфальтирование дороги от первого КПП до поселка Стеклянного. На встрече с журналистами говорили о программе модернизации предприятия. Мы понимаем, что нам нужно такую программу модернизации строить, планировать под нее ресурсы, потому что все это в итоге отражается на содержании городских дорог и на качестве городских дорог и улиц, которыми мы все ежедневно пользуемся. Завод производит 100 тонн асфальта в час. Процессом управляет специальная электронная система. Установка работает на газовом топливе. Ее обслуживанием занимается шесть человек. Площадь завода – пять гектаров, большая часть которой отведена на складирование исходных компонентов. В оптимизации деятельности завода, по-видимому, нужно будет сократить занимаемую территорию, потому что мы с вами понимаем, что если территория значится за заводом, возникают либо арендные платежи, либо налоговые платежи. Это все усложняет экономику завода. Все компоненты будущего асфальта проходят проверку на качество. После этого определяется дозировка материалов. Данные загружаются в программу и начинается процесс изготовления асфальтобетонной смеси. Если исходные компоненты имеют ненужные характеристики, то качество асфальта получится ненадлежащее. Работа асфальтного завода носит сезонный характер. Зимой этого года, когда предприятие не функционировало, там прошла ревизионная комиссия по проверке финансово-хозяйственной деятельности. Это некая точка среза, где мы находимся в этот момент. В этом слове нет ничего страшного, это просто объективная картина того, как сегодняшние предприятия себя чувствуют. Комиссия проверяла банковские и кассовые документы, ведомости, авансовые отчеты, договоры с поставщиками. Специалисты сделали вывод о недостоверности бухгалтерской отчетности за 2017 год. Согласно заключению комиссии, закупаемые для производства материалы списывались бесконтрольно, что привело к их перерасходу. Вывод ревизионной комиссии – признать финансовую деятельность завода неудовлетворительной. Это подтверждает убыток, полученный акционерным обществом за 9 месяцев прошлого года. Он составил практически 7 миллионов рублей. В проверяемые периоды средства расходовались не по назначению, не своевременно и не обоснованно.